This meeting is being recorded. Очень большое спасибо. Большое-большое спасибо системе. А что-то новое было. Ну, конечно, такого не было. Система образована. Это чтобы знал, что не все записывается. Да, что не все, как говорят, часть разговоров записывается. Хорошо. Ладно. У нас сегодня серьезный, ответственный день. Мы с молитвой в сердце и на устах, как всегда, просим у Всевышнего помощи в трудном деле, изучение Торы, особенно такого раздела, как Пророки. И ответственность нашего дня и серьезность в том, что мы начинаем с вами книгу Малахим, книгу Царств. И здесь объем информации, глубина рассмотрения процессов, событий, объемность личности становится гораздо более глубокой, более широкой, можно сказать. Глубина рассмотрения серьезнее, чем в предыдущих книгах. Я имею в виду сам текст. Конечно, и в книге Гошуа, Шофтим и Шмуэль заложена огромная глубина. Но здесь текст уже призывает и задуматься, и ставит перед нами проблемы, и множество загадок и так далее. Мне кажется, что книга Малахим этим отличается. Мы с вами сегодня столкнемся, так сказать, или посмотрим последние дни Давида, возведение на царство Шламо, что оказалось большой проблемой, как мы с вами, наверное, уже и предполагали. Когда учили книгу Шмуэля Бет, мы видели уже все трудности, которые связаны с тем, что Давид решил возвести на престол Шламо после себя. И вот первое, что мы с вами посмотрим... Сейчас я подниму презентацию нашу. Одну секунду. Вот я очень надеюсь, что мы с вами видим текст. Правильно? Мы видим с вами текст? Да, 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 да. Все видим. Отлично. Это замечание Раф Кука, которое нам позволит представить себе новую эпоху. Мы хорошо представляем себе, что очень часто новая эпоха начинается, когда одна великая личность уходит из этого мира, а другая приходит ей на смену. Так, в нашем случае новая эпоха начинается, когда Давид уходит из жизни и занимает его место его сын Шламо. И вот Раф Кук таким образом охарактеризовал эту эпоху. Никогда не созрется из памяти золотой век нашей истории, рассвет царства в период правления Шламо, когда во всем своем великолепии был возведен первый храм и проявилась жизненная сила, присущая народу Израиля. А стремление раскрыть божественное присутствие в мире гармонично сочеталось с желанием упрочить национальный характер государства. Мы легко можем себе представить, что речь идет о том, что божественное присутствие в этом мире проявляется через народ Израиля. И когда народ Израиля на высоте, то его свет распространяется, свет через него, божественный свет распространяется и на другие народы. И не только его служение Всевышнему имеет значение в этом, так сказать, процессе распространения света, божественного света в весь мир. Не только служение Всевышнему, не только возведение храма, но и все-все аспекты национальной жизни, все достижения сыновей Израиля, то благословение, которое приходит на землю Израиля и каждому и каждому, это все, можно сказать, освящение имени Всевышнего. Конечно, все это возможно только в земле Израиля, и не приходится говорить о таких тяжелых и трудных временах, как изгнание. Прежде всего, это такая преамбула введения. Надеюсь, мы ее хорошо с вами поняли вместе. И дальше мы первое, что мы себе представим, пытаемся представить, кто записал книгу Малахим. Книгу Иоашуа мы можем представить себе очень легко, что записал ее Иоашуа сам, по крайней мере, до определенного момента. Дальше ее редакцией и окончанием ее занимался пророк Шмуэль. Дальше мы знаем, что при царе Давиде были два пророка, Натан и Гат, которые, кроме того, что они были пророками, его учителями, наставниками и, в конце концов, пророками при царе, они еще и были, так сказать, летописцами. Естественно, нужно помнить, что когда человек высокого уровня, человек пророческого уровня что-либо делает, то он и прикладывает свои таланты и способности, и вся личность проявляется в ее делах, но тем не менее, если говорить, скажем, о записи текстов, то божественный дух всегда и всегда присутствует, и поэтому во всех наших книгах есть и личность пророка, и божественный дух, который проявляется через человека-духа, как часто говорят в наших книгах, человека всесильного. Ну, давайте представим себе, кто записал книгу Мелахим. Если до сих пор основной действующей фигурой был пророк Шмуэль, а затем Натан и Гат, как-то книгу Мелахим надо было редактировать и кончать. Еремияву использовались витки, составные пророком Натаном и Гатом, после того, как их учитель Шмуэль ушел из жизни. Натан и Гат, напоминаю, они учились у Шмуэля, и поэтому и пришли к Давиду, и поддерживали его на протяжении всей жизни. Так говорится в Баба Патра, Натан и Шмуэль, Натан и Гат, а также записи из книг событий царей Израиля и из книг событий царей Иуды. Кроме пророческих фиг, велись записи о всех событиях, которые происходят в годы того или иного царя, и часто они упоминаются и в пророческих книгах. Естественно, что пророки не просто брали и переписывали то, что записали летописцы, которые не обладали божественным духом, или, по крайней мере, не обладали божественным духом в такой же степени, как пророки. Они отобрали тексты и придали им тот характер, который имеет значение для всех поколений. Говорят, что все наши тексты записанные – это тексты, которые имеют значение для всех поколений. Конечно, летописцу трудно записать в таком плане текст, и это дело пророка – придать характер вечности даже исторической летописи. Еще одним источником были записи учеников Ахия Ашелони – Ильягу и Ильиша. Ахия Ашелони – пророк, сильнейший пророк, с которым мы встретимся в книге «Малахим». Он представляет собой как бы некоторую такую отдельную линию среди пророков. Его имя Ашелони указывает на то, что он был связан с Ашелоном. Сын родился там и жил в Ашелоне. А Ильяу и Ильиша – они его, если так можно сказать, воспитанники. И он записывал сказания пророка Ахия Ашелони и записывал рассказы о чудесах. Но книгу «Малахим» нельзя назвать ни компиляцией, ни обработкой уже существующих текстов, ибо на Ильяу пребывал божественный дух, и события изложены так, как они были раскрыты ему свыше. Мы не упомянули, может быть, прежде чем прочитать эти строчки, нужно было сказать, что последним редактором всех книг был пророк Еремьягу. Это последний период, как мы помним, царства, последний период перед разрушением храма и после разрушения храма. И благодаря Евеягу и сохранились эти книги, потому что он унес их с собой в изгнание, когда после разрушения храма его насильно часть евреев увела в Египет. Он унес с собой все свитки. Все, что было у него, передал своему ученику Баруху бен-Нури. Барух бен-Нури перешел в Бавель, там, где были сыновья Израиля, там, где были еврейские общины, и передал все знания и все свитки, перезвал Эзра Асофер, Эзре Песцу. Может быть, его потому и называют Песцом, что он организовал уже самую последнюю окончательную редакцию, отбор всех текстов и перепись этих текстов, превращение их в свитки, которые читают в синагоге в определенные дни. Так что вот это наши этапы, если говорить о всех первых пророках. Это Яшуа, Шмуэль, Натан и Гат, как мы видим, как в параллельных источниках Яшелонии записи Песцов, которые были при царях, и Иремьягу, центральная фигура, благодаря которому у нас сохранились все тексты. Опять же напоминаю, что об этом говорится в трактате Баба Батра на 15-м листе. И в Баба Батра говорится так, там разбирается, в этом трактате Талмудра разбирается последовательность книг. И здесь говорится, последовательность книг пророков такова. Яшуа, Шуфтим, Шмуэль, Малахим. И мы видим, что книга Малахим не разбивается на две книги. Мы сегодня даже в наших еврейских традиционных изданиях мы видим, что книга Малахим разбивается на две книги. Это христианское влияние. В какой-то момент, когда появилась типография, печатные издания, евреев обязали воспользоваться той разбивкой, которую вели христиане. И вот в первом печатном христианском издании Танаха на иврите, вышедшем свет в 1488 году в Италии, в типографии Сатчина, текст книги не был поделен. То есть сначала христиане восприняли еврейскую разбивку книг. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, почему они решили разделить книгу Малахим на две. И существенным моментом является жизнь Илья-Унаби, пророка Илья-Унаби. Но, может быть, при случае в дальнейшем мы как-нибудь об этом упомянем. То, что нам важно, то, что книга Малахим по сути представляет собой одну единую целую книгу, хотя в современных изданиях она разделяется на две. В этом нет большой проблемы. Так же, как нет большой проблемы в том, что все посукин Танаха, то есть все предложения Танаха, Торы и пророков, они пронумерованы. У нас никогда не было нумерации. И это, опять же, то, что обязали нас сделать христиане, пронумеровать в печатных изданиях все предложения. В нашем поколении и уже давно, я думаю, это очень удобно по той простой причине, что мы уже не владеем текстом настолько, чтобы просто открыть нужную страницу, указать пальцем то место, которое ты хотел процитировать. Я уж не говорю о том, чтобы помнить текст наизусть. Так что все здесь обернулось к лучшему. Это то, что касается книги Малахим. Теперь мы с вами открываем, продолжаем наши занятия и открываем с вами текст книги Малахим. Я надеюсь, что мы все помним, что, в общем-то, последнее такое существенное событие жизни Давида, которое описывается в книге Шмуэль Бет, это пересчет перепис населения, которое было вызвано недоверием Давида к своим подданным, и это указание места, где должен быть построен храм практически свыше, пророком, и Давид приносит на месте жертвенника жертву и не разжигает огонь, огонь спускается с неба. И перед этим мы помним, что было тяжелое поражение, тяжелая болезнь, которая унесла десятки тысяч жизней, и мы представляем, что это наказание для сыновей Израиля, за то, что они фактически отвергли дом Давида и не думали о построении храма. Мы на этом как бы закончили книгу Шмуэля, и теперь мы читаем с вами первые строки. А царь Давид состарился, приблизился к концу дней своих и укрывали его одеждой, но не становилось ему тепло. Мы помним, что та пророческая картина, которая побудила Давида искать место жертвенника, который должен быть в храме, того жертвенника, на котором Авраам положил на этот жертвенник Ицхака в свое время, мы помним, что это была пророческая картина, когда он увидел ангела, который простирает меч на Иерушалаем. И Иерушалаем не был поражен этим мором, этим заболеванием, и тут Давид увидел, что ангел готов поразить Иерушалаем. И сам по себе вид этого ангела, как это, наверное, бывает с пророками, когда они видят очень тяжелое, сильное пророчество, сам вид этого ангела произвел на Давида сильнейшее впечатление, и он уже не мог вернуться в нормальное состояние. Ему было холодно, потому что, если так можно сказать, как мы можем себе представить, душа, естественно, она связана с телом, но эта связь с телом, она бывает разная. Одна, когда человек бодрствует, другая, когда человек спит, когда человек, не дай бог, болен, связь души с телом разная. Также и здесь как бы связь души Давида с его телом, она ослабла, и укрывали его одеждами, могли согреть, потому что душа не грела тело. А душа, она, скажем, была после потрясения, который вызвал вид этого ангела, и она не совсем хотела возвращаться в этот мир. Давид пребывал в таком страхе перед Всевышним, которым он не мог побороть, и из-за этого он не мог согреться. Тело его было холодным, и он дрожал не только от холода, но и дрожал от страха. И дальше следует совершенно неожиданная и странная история. Мы предполагали, что человек, который находится в таком состоянии, он будет молиться, или он позовут к нему лекаря и пропишет какое-нибудь лекарство. Здесь мы видим только все, что пытались сделать, укрывали его одеждами, но ему не становилось тепло. И сказали ему, тут лекарство, которое, в общем-то, придумал, если так можно сказать, сам Давид, оно очень странное. И сказали ему слуги его, пусть поищет господину моему царю девушку-девственницу, и будет она стоять перед царем, и будет согревать его, и будет лежать в объятиях твоих, и будет тепло господину моему царю. Что-то совершенно невероятное. Мы понимаем, что Давид ничего не делал бы без разрешения Сангидрина, как человек праведный. Он не полагался только на свои решения. Он всегда советовался Сангидрином. И тут совершенно непонятная ситуация. Представить себе, что ему дали такой совет, можно только потому, что он сам сказал об этом. Иначе как бы кто мог себе представить такой совет, что это за лекарство такое. И именно для Давида мы не знаем, чтобы таким лекарством пользовались. Тем более, что мы понимаем, что лекарство-то оно запрещенное, что уединение с девушкой незамужней, оно запрещено. Можно было бы, Давид мог бы заключить брак, но у него уже было 18 жен, и разводиться с одной из них он, конечно, не хотел. В общем-то, это запрет Торы. Не разводиться с женщиной, если в ней нет никакого изъяна, скажем. Изъян может быть один только. Это не скромность, это, скажем, недостойное поведение. Это то, что допускает развод. Давид был 18 жен. Там все они были праведные женщины. Часть из них родили ему детей. Он совершенно не собирался с ними разводиться. И тут ему девушку незамужную без брака нужно привезти, чтобы она была и чтобы она лежала в объятиях своих и будет согревать его. Тут переплетение нескольких моментов. Давид объясняет мудрецам Торы, что я хочу доказать всем, что то, что говорят о моем грехе с бодшебой – это ошибка. Я не потянулся за женщиной, я не потянулся за ее красотой, за ее привлекательностью, молодостью. Все это меня не притянуло. Если бы передо мной была самая красивая девушка, если бы она была со мной наедине, и это не была бодшеба, я бы не дотронулся до нее, я бы не прикоснулся к ней. Я хочу это доказать. Привезите самую красивую девушку, оставьте ее со мной, и я к ней не притронусь. И то, что, говорится, будет лежать она в объятиях твоих – это как бы разрешение Сангидрина, который идет на такой исключительный случай, на такое исключительное действие, понимая исключительную праведность Давида, его пророческий уровень и отвечает на его просьбу. Может быть, это может показаться странным, может показаться навязчивым, может показаться излишним, но мы понимаем, что от Давида, его образа, от восприятия его поступка с бодшевой зависит как бы вся наша история. От образа Давида зависит вся наша история. Или, скажем, образ Давида, можно сказать, вдохновляет нас. Образ Давида для нас – надежда на будущее. Если мог такой быть царь в прошлом, его потомки могут подняться в будущем и управлять сыновьями Израиля. И Давид идет на этот странный шаг. С чем это связано, его дрожь, его заболевание? Естественно, тот, кто видел ангела, и он дрожит, и, может быть, это видение стоит у него перед глазами, никакая самая красивая девушка не сможет его согреть и отвлечь от этого видения. Давид рассуждал так, как мы можем представить себе. Очень трудно понять пути праведника, человека величайшей праведности, но можно представить себе, что мысль его была такова, что что вызывает страх? Страх вызывает, страх вызывает, скажем, причина, духовная причина страха – это недостаток. Человек, у которого нету недостатка, человек, у которого нет преступлений, он не боится ничего на свете. Страх, как мы знаем с вами из Гемары Сута, воины, когда выходят в сражение, говорится, что и всякий, у кого мягкое сердце, пусть вернется. И есть споры с мудрецов, и по крайней части из мудрецов говорят, что значит мягкое сердце у человека, трепещет, боится врага. У него есть какие-то преступления, в которых он не раскаялся, даже не то, что преступления, недостатки приводятся, самые мелкие недостатки в исполнении заповедей, которые позволяют человеку оставить военный строй. Естественно, это не в каждой ситуации, не в каждой ситуации, о каждой войне идет речь, но не вдаваясь подробности, мы видим, что мудрецы относятся к делу так, что даже воин, выходящий в сражение, то, что вызывает его страх, это его недостатки, трепет его души, когда она знает свои, скажем, недостатки, если так можно сказать. И здесь Давид говорит, я знаю, а самая большая проблема – это мой поступок с Батшевой. И я хочу, если я хочу сам себя проверить, я хочу сам себя доказать, я хочу, если у меня даже была какая-то отдаленная мысль, что здесь женская красота, она является решающей, если у меня была такая отдаленная мысль, я это исправлю. Как можно исправить, как пишет Рамбам, что такое чува – это оказаться в такой же ситуации и вести себя иначе. Естественно, история очень странная. Мы ее не увидим, ее аналога нигде в Танахе, нигде в пророках, но нужно понимать пророческий уровень Давида, его высоту, и нужно представить себе доверие Сангедрина к нему, которое идет на то, чтобы ответить на его просьбу. Само божественное провидение помогло Давиду, и вот мы увидим это в следующем предложении. «Искали красивую девушку во всех пределах Израиля и нашли Абишак из Шунама и привели ее к царю». Само имя Абишак, оно указывает на вот это происходящее событие, на этот странный поступок Давида. Слово Абишак расшифровывается, расшифровывается как Ави Шогейк. Можно сказать, мой Ави – это мой отец, но не всегда отец. Аб – это иногда и на иврите источник, причина, первопричина. Так вот, здесь можно сказать, первопричина моя – это Шогейк, это ошибка. Это ошибка. Не хэт, не грех. Грех – это то, когда человека тянет дурное желание. А здесь нет – это ошибка. Неверное соображение, просчет поступок, который был связан с ошибкой, но не был связан с тем, что потянула страсть, человек потерял самообладание, и он потянулся за девушкой, которую он увидел в закате солнца на одно мгновение, мелькнуло где-то ветер, скажем, отдул, сдул занавеску, на одно мгновение мелькнула девушка, принимающая миг, все, уже он потерял рассудок. То есть, когда мы задумываемся о событиях и ситуации, мы понимаем, что здесь что-то произошло не совсем обычное, тем более, когда речь идет о праведнике. И вот слово «авишан» пришло и подтвердило нам. Так всегда бывает. Праведник что-то делает, начинает что-то делать, а Всевышний делает что-то такое, что человек не может, не может сделать, не может скомбинировать, как бы вместе свести все события, все обстоятельства в одно целое. И вот Всевышний делает и помогает праведнику, и подтверждает его мысли и намерения. И в данном случае это имя этой девушки – «Авишак». Шунам – это город, с которым мы встретимся в книге Малахим Бет, дай бог мы до нее доберемся. Шунам – город на севере Израиля, может быть, не на севере, в центральной части, недалеко от города Шхема, в 20 километрах от города Шхема. Я для вас здесь выписал. «Авишак» – это имя состоит из «Ави» – «Моя причина», как мы с вами разобрали, и «Шогек» – «Ошибка». Буквально причина моего поступка – «Ошибка». А мы с вами пробираемся дальше для того, чтобы что-то успеть как-то продвинуться в этом сложном тексте. «А девушка красиво очень не согревала она царя и служила ему, но царь не познал ее». Это говорит пророк. Он не только не познал ее, он к ней не прикоснулся. Согревала она его тем, что Давид избавлялся от, скажем, остатков, от какой-то, может быть, пыли, как говорят, греха того, что он посмотрел на Баат-Шебу, и где-то ее красота, она тоже сыграла роль, сыграла значение. Он избавлялся от этого, и этим она его согревала. Тогда божественная картина ангела с мечом простертым нарушила им несколько забывалась и переставала его пугать, когда Авишак была рядом с ним, а он даже не, как бы, ну, как сказать, не тянулся к ней, так можно сказать. То есть совершенно как бы не было у него никакой мысли, никакого желания, направленного на нее. И это то, что Давид хотел сделать в последние дни, раз уж так сложились обстоятельства, хотя бы Сангедрину доказать, что он не согрешил, совершил ошибку, да, но не согрешил. И дальше мы с вами видим, как разворачиваются события. Давид болен, если он даже и преодолевает свое тяжелое состояние, забирает у него много, если он не все время дрожит уже, то это забирает у него много усилий, вся его, как бы, энергия направлена на это, на преодоление вот этого страха, дрожи, каким образом мы с вами сказали, на преодоление, на истребление окончательно своего любого остатка дурного желания в себе. Агадар рассказывает, немножко вернемся назад, Агадар рассказывает о том, что Авишак хотел, чтобы Давид на ней женился. Трудно представить себе психологию древнего мира. Вот он сейчас на ней женится, а потом он умрет с кожи, и она не сможет выйти замуж ни за кого, потому что мы знаем, что жена царя не имеет права выйти ни за кого другого. Но, видимо, как-то быть женой царя хотя бы месяц, хотя бы несколько месяцев, это было настолько важно и настолько, скажем, велико, что она хотела выйти за него замуж. Давид объяснял ей простую галаху, что он не может заключить брак еще с одной женщиной, потому что царю разрешается только 18 жен. Но она настаивала и упрекала его и говорила, что он просто боится того, что он старый, ее это не волнует, а он боится того, что он старый, и поэтому не хочет заключать с ней брак. И тогда он позвал к себе Бат-Шеву. Мне не очень, как бы, скажем, не всегда удобно вдаваться в такие подробности, но мне кажется, что это важно просто рассказать, то, что вы не сможете прочитать, если будете перебирать все источники и тому, в том числе. И вот с некоторым таким извинением я рассказываю, что он позвал к себе Бат-Шеву и был с ней, и оказалось, что Давид полон сил, он совсем не состарился. Единственное, что его, скажем так, парализовывало его действия, это вот это видение. Теперь следующая история – это Адония, сын Хагит. Возгордился и ерзнул сказать, я буду править, и сделал себе колесницу и посадил на нее возничих, и пятьдесят человек бежали перед ним. И с какой-то времени уже назад он начал подчеркивать свою важность, свое царское происхождение. Кто такой Адония? Сейчас мы с вами посмотрим. Вот пока говорится о проблеме Давида. Никогда не огорчал его отец, говоря, почему ты так сделал? И он тоже очень хорош видом. Его родила Хагит после Абшалума, которого родила Малаха. То есть мы понимаем, что по формальному закону, с точки зрения Торы, совершенно не обязательно, чтобы первенец наследовал царю. И тот, кто раньше родился, не только если говорить о первенцах, а тот, кто раньше родился, наследовал царю. С точки зрения Торы, это совершенно не обязательно. Нужно выбрать наиболее достойного сына. Он будет продолжать династию. Он зайдет на престол и будет править. Но как бы формальной, как мы понимаем, психологии людей, мировосприятия людей, именно Адония должен стать царем. И отец его никогда не огорчал. Мы видим, что это слабость Давида. Дети его – это слабость. И, как мы понимаем с вами, он бы и Шламо никогда не поднял и не сделал из него праведника, если бы не Бат-Шеба. Его воспитание – это ее заслуга. Все остальные дети Давид давал им делать, что они хотят. Он в них не чаял души. Он видел их красивыми, успешными. Он совершенно не представлял в себе и не думал о том, что даже после того, что произошло, после того, как Абшалом убил своего брата Амнона, он не представлял в себе, что после его смерти может возникнуть ссоры, после его смерти может возникнуть склока. Понятно, что объявиться Шламо царем была большая проблема с точки зрения окружения Давида, как мы видели. Он все тянул и тянул с этим. Но вот этого плана, то, что дети могут начать бунтовать и бунтовать против него, он это не представлял. Даже после бунта с Абшаломом он не мог это как бы впустить себе в голову. Он видел его красоту, успешность. И он тоже очень хорош видом. Его родила Хакит после Абшалома, которого родила Мааха. Наследник, красивый, внушительный царь, царь, который умеет показать себя, умеет командовать людьми. А 50 человек бежит перед ним. То есть как бы все при нем. Возвращается та же самая история, как мы с вами представляем, как это уже было несколько раз, что внешность, она, к сожалению, очень часто является решающей, а не качество человека. То впечатление, которое он производит как правитель, как сильный человек, как сильный воин, это оказывается решающим, а не душевные, духовные качества человека, не его праведность смотрят по-прежнему люди на внешнее. Да и Адония знает, что это самое главное для большинства людей и подчеркивает свою силу и показывает свою красоту. Это происходит, если мы помним, с вами со времен пророка Шмуэля. И даже Шмуэль, пророк, ошибается. Он не видит Давида царем, а видит его одного из братьев царем, который выше ростом и красивее остальных. То есть все вот это внешнее, оно очень-очень действительно и даже может оказать, такое привести к ошибке даже пророка. И договорился он с Йоабом, сыном Цруи и с Ильятаром Кагеном и поддержали они Адония. Понятно, о чем он и говорился. Он договорился о том, что он попытается захватить власть. Так или иначе, совершенно не нужно делать это силой оружия военным путем, гражданской войной, когда у тебя есть такие солидные, влиятельные люди, которые тебя поддерживают. Это Йоаб, военачальник фактически, остался так и остался военачальником. И Ильятар, сын первосвященника фактически, они тебя поддерживают. Что тебе еще нужно? Ты можешь привлечь на свою сторону и много других людей. То есть далеко не все пошли с ним. был Йоаб и был Ильятар, которые не могли себе представить Шламо царем, и они пошли за Адония. Наверное, многим из доблестных воинов Давида и многим из Сен-Ядрина тоже было тяжело представить себе Шламо пророком. Конечно, не пророком, царем, представьте себе Шламо царем. Конечно, это трудно сказать о Натане, который и знал все об избранности Шламо, и он же принес известие Давиду об избранности Шламо, о том, что Всевышний называет его Идиди, что ему будет дано построить храм. Все это принес известие или пророчество это принес Натан. Конечно, он понимает. Шиме просто боится и не хочет по многим причинам. Ему Шиме не хочет поддерживать династию Давида. Он не будет бунтовать пока, по крайней мере. Но династию Давида он не будет поддерживать ни Адонию, ни Шламо. Это Шиме и Бенгера, о котором мы можем помнить. Рыи – это родственник Давида. И доблестные воины Давида. Там, где есть и мудрецы Торы, и военная отвага, и дружба доблестных людей, военное братство, они пойдут с Давидом всегда. Пойдут с Давидом всегда, пойдут с Давидом до конца. Им не важно, взрослый муж, сын Давида или щуплый ребенок. Они поддержат Давида. Но мы видим, что военачальник и сын первосвященника, они за Адонию. И зарезу Адонию овец и быка и буйвола возле Эвена Зохелет, который возле источника Эйн-Рогель. Мы уже встречались с вами с этим источником. Напомню, что он находится на пересечении долины Кидрон и Бей-Ином, которые спускаются спускаются с севера на юг, довольно ущелье с крутыми сторонами, с крутыми берегами, если так можно сказать. И они образуют треугольник, между ними образуется треугольник, который называется Катефа-Евуси, плечо Евусеев. И внизу, там, где они сходятся, эти ущелья, там, естественно, собирается вода, потоки, подземные воды собираются. И там бьет источник, который называется Эйн-Рогель. И мы представляем себе, что это с юга от города, за стенами города, за оборотами города. Бунтовщики, так сказать, те, кто хотят прогласить царя бездобито, они собираются за городом. У них не хватает решимости или, скорее, поддержки у них не хватает для того, чтобы объявить царя прямо в городе. И позвал всех братьев своих, сыновей царя и всех уважаемых людей, колено Иуды, слуг царя. Мы видим, что так же, как и при бунте Афшалома, в окружении Давида, кроме самых близких его людей, находятся те, кто готов снова восстать против Давида в той или иной форме. Те, кто не доверяют ему, те, кто не считают его ни праведником, ни достаточно опытным правителем. Довольно большая прослойка из важных людей, уважаемых из колена Иуды, слуг царя, его приближенных, они идут против Давида. Анатан пророка и Бенаягу и добленностных воинов и Шламо брата своего не позвал. Адония. Ну, то, что он не позвал Шламо, это понятно. Это даже хорошо, что он не собирался устроить на него покушение. Не позвал Анатана пророка, потому что он знал, это важно, Адония знал, что есть пророчество о том, что Шламо будет царствовать после Давида. Бенаягу, это один из добленностных воинов Давида, он глава Санудрина на тот момент, по крайней мере. И его он не позвал. то есть решение такое не государственное, а силовое. Не через внедрин, не через мутрицов, а через начальника войска. И сказал Натан Батшеби, Натан пророк, еще никто к нему не пришел, еще только это тайное собрание, о котором никто из тех, кто не приглашен, тех, кто не должен им участвовать, не знает. Натан пророк, он уже знает все. И он говорит Батшеби, матери Шламо. Зачем подчеркивать? Мы же знаем, что это мать Шламо. Ну, понятно, что это не... В данном случае речь идет не о жене Давида, а о матери наследника. Играет роль не то, что она первую роль играет, самую важную роль играет не то, что она жена Давида, а то, что она мать Шламо. И вот он говорит, разве ты не слышала, что воцарился Аданияу сын Хагид, а господин наш Давид не знал об этом. Давид еще ничего не знает, и Натан это тоже себе очень хорошо представляет, не только то, что есть тайное собрание, но и то, что о нем Давид не знает. Что теперь будет, что он говорит. Что... Секунду. Он говорит по дшебе, а теперь пойди, советую я тебе, и спасешь ты душу свою, и душу сына своего Шламо. У Натана нет иллюзий. Дело кончится тем, что претендент, так сказать, на престол, главный претендент на престол, тот, кого отец хочет объявить царем, он будет ликвидирован физически и вместе с его матерью, чтобы она не была вечным напоминанием. Иди войди к царю. Единственное спасение это войти к царю Давиду и скажи ему, разве ты, господин мой, царь, поклялся рабыне, разве не ты, господин мой, царь, поклялся рабыне твоей, сказав, только сын твой Шламо будет править после меня, и он будет сидеть на престоле твоем, так почему же выцарился Аданиял. Нужно прийти как бы и можно сказать ошарашить Давида, сказать ему, что Аданиял уже захватил престол, не вдаваясь подробностей, что он только собрался, он только собрался объявить тебя царем, еще будут трубить в Шафар, трубят в Шафар, закричат, живет царь, что еще это будет, нужно прийти к Давиду и создать у него такое впечатление, что тело уже решенное, все, что Аданиял захватил престол, пока ты еще будешь говорить там с царем, я войду вслед за тобой и дополню слова твои Натан, не оставляя Батшева в такую трудную минуту. Понятно, что Батшева женщина скромная, не с таким скажем, твердым и непреклонным характером, особенно в те моменты, когда нужно отстаивать свои права, Натан говорит, я тебя поддержу. И пришла Батшева к царю во внутренний покой, а царь старочий и Абишак и Шунама прислуживает царю, Несмотря на то, что Батшеве было не очень приятно приходить туда, где находится Абишак с царем, она приходит, переступает через себя и приходит. При том, что, условно, она знает и праведность Давида и понимает то, что он делает, все равно она как бы подчеркивается, что для нее это не очень приятно. И поклонилась и пришла да. И пока ты будешь говорить, она там говорит, что я войду и пришла Батшева к царю во внутренние покои. А царь старочий не обещает, что на мир прислуживает ему. Это мы с вами посмотрели, делаем следующий шаг. И поклонилась Батшеве и распростелась перед царем и сказал царь, что у тебя? И сказа, да, мы видим, что не было принято, чтобы беспокоили Давида по семейным делам. И также можно представить, что у тебя он мог сказать, если Батшева придет или кто-то из его жен придет разговаривать о сыне, о воспитании своего сына, то это не было принято, не было той, скажем, темой, за которой стоило отрывать царя по заведенным порядкам. И сказала она ему, господин мой, ты поклонялся, поклялся именем Бога Всесильного твоего, служанки твоей, сказав, только шламо, сын твой, будет править после меня, и он будет сидеть на престоле моем. А теперь вот Адония воцарилась, а ты, господин мой царь, не знал об этом. То есть как бы сразу не обвинять Давида ни в чем, а просто снять с него как раз вину, сказать, что он не знал, я понимаю, что не то, что ты изменил клятву, что ты нарушил клятву и назначил Адонию царем. Нет, я все это понимаю, ты не знал. И зарезал он быка, и буйвола, и множество овец, позвал всех сыновей царя и Абьятара Кагена, и Юава, начальника войска, а Шалмор Аббатва его не позвал. Между нами хорошо, что не позвал. Но ты, господин мой царь, но ты, господин мой царь, и глаза всего Израиля устремлены на тебя в ожидании, что ты сообщишь им, кто будет сидеть на престоле господина моего царя после него. Еще раз мы можем с вами подчеркнуть, насколько Давид тянул и тянул до самого последнего момента, видимо, в самый последний свой момент жизни он хотел сказать, что Шламо будет царем после меня. И будет, когда ляжет господин мой царь с отцами своими, и буду я и сын мой Шламо признаны виновными. Можно сказать, без вины виноватыми, это никого не интересует, найдут какую-нибудь причину и Батшеба и Шламо будут казнены. И вот она еще говорит с царем, и Натан пророк пришел. Пришел Натан пророк. Тут тоже, конечно, возлагается ответственность на Давида в том смысле, если ты избрал Шламо, ты не можешь теперь сказать, что он оставит просто дело так открытым и сказать, что он не будет царем. Это гибель. Тогда бы лучше не избирал и вышел царем. Не говорил бы об этом, даже своему приближению, не давал понять своему окружению, что он будет царем. И вот она еще говорит с царем, и Натан пророк пришел. И сообщил царю, сказав, вот Натан пророк. И вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли. И сказал Натан, господин мой царь, неужели после меня. И он будет сидеть на престоле моем. Конечно, Натан знает, что Давид об этом не говорил, но опять же как бы здесь такая психологическая борьба с Давидом, который никак не решается объявить шламо царем. И вон спустился сегодня и зарезал быка и бульбола и множество овец и позвал всех сыновей Израиля и начальника поиска и Виатара и начальника поиска и Виатара Кавена. И вот они едят и пьют, сидят перед ним и уже сказали, доживет царь Аданияху. Еще немножко и мы с вами перейдем к вопросам. А меня, раба твоего, и садок Кавена, и Бинаягу, сына его Яды, и шламо, раба твоего, не позвал. Если о господина моего царя было это, то почему ты не известил раба своего? Кто будет сидеть на престоле господина моего царя после него? Я же знаю, что это шламо, а почему ты мне не сдавал, что ты решил иначе? Я ответил царь Давид и сказал, позовите ко мне Батшебу, и подошла она к царю и встала перед царем. И поклялся царь и сказал, жив Бог, который избавил душу мою от всех бед. И как я поклялся тебе именем Бога Всесильного Израиля, сказав, что шламо, сын твой, воцарится после меня, и он будет сидеть на престоле моем вместо меня, так я сделаю сегодня. И сказал Давид, позовите ко мне царь, Дока, Кавена, и Натана пророка, и Бинаяву, сына Иояда, и пришли они к царю. Речь идет о помазании шламо, что царь шламо будет помазан на царство, и мы видим, что это и сангедрин, и пророк, плюс еще первосвященник, для того, чтобы придать силу этому событию, этому действию. И сказал им, царь, возьмите с собой слуг господина вашего и посадите шламо, сына моего, намулы моего и сведите его к источнику Гихон. Источник Гихон находится в пределах Иерушалайма, в пределах стен Иерушалайма, по крайней мере, в то время находился. И говорится, скажем, с точки зрения Галахи, царя нужно помазать на царство около воды, которая течет, около источника. Это символизирует продолжительность его жизни, продолжительность династии, источник, бьющий земли, непрекращающийся. Вот это символ вечности царства. И поэтому помазание, которое состоит в том, что оливковое масло выливают на голову царю, должно быть около источника. Трактация Гидрин отмечает, что с точки зрения закона Шламо не нужно было производить помазание на царство Шламо, потому что он сын царя, который был помазан на царство пророком, и в таком случае это не является необходимым действием. Но понятно, что поскольку Адония объявил себя царем, то нужно было как можно больше веса придать Шламо в момент его, так сказать, восхождения на престол. И помажете его там цадок Кавен и Натан пророк быть царем над Израилем и протрубите в Шафар и скажете доживет царь Шламо. То есть доживет царь Шламо, чтобы мы понимаем, что есть еще одно условие, которое делает царя царем, это не только Сангидрин, не только пророк, это признание народа. Протрубите в Шафар, и когда все вместе с вами закричат доживет царь Шламо, это окончательный момент восхождения на царство. И подниметесь след за ним, и придет он, и сядет на престол мой, и будет он царствовать вместо меня, ибо ему завещал я быть руководителем Израиля и Иуды. Здесь я остановлюсь. Прошу прощения за быструю речь без перерыва, но как я понимаю у меня фактически нету выбора. Нужно изложить материал, на мой взгляд довольно трудный. А теперь пожалуйста я останавливаю Шер, я вижу вас или по крайней мере ваши имена. Пожалуйста, если у кого-то есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить. Равзеев, скажите пожалуйста, почему в тексте перемежается Адония и Адонияу? Да, это правильный вопрос. Я к сожалению сейчас как-то не обратил внимания на это в этом месте. Как правило, Адонияу мы понимаем, что это полное имя. Полное имя включает имя Всевышнего. И оно свидетельствует о значимости человека или фактической его значимости или его значимости в глазах людей. Вот мы можем с вами на самом деле совершить такой небольшой экскурс обратно. Давайте может быть нам удастся выяснить что же у нас здесь происходит. Где мы тут? Адония сын Хагипус гордился. Понимаем, почему здесь он не Адонияу, а Адония. Потому что он человек обычный, который гордится и которому никак уж не в данном случае не нужно какое-то оказывать особое дополнительное уважение. Адония. теперь смотрим дальше. Смотрим дальше, где мы еще встречаем. А, ну вот, конечно, да, и сказал Натан Батшеви, матери Шламо, говоря, разве ты не слышала, что выцарился Адонияу? Он хочет, он, конечно, мог бы сказать Адония, как мы с вами понимаем, да, и с некоторым пренебрежением, но нет, он хочет подчеркнуть как бы значимость момента и то, что люди видят в нем Адонияу, а не Адония, да, Адонияу, царь Адонияу, да, тоже мы понимаем, почему, правда? Вот, я думаю, что так в каждом месте мы с вами сможем вот этот момент выяснить, да, почему же выцарился Адонияу, да, люди называют его Адонияу, серьезно к этому относятся, да, можно было бы сказать Адония, но тогда бы здесь был другой смысл, и мы бы понимали, что человек хочет сказать о чем-то другом, но нет, здесь каждый раз, когда говорится, что выцарился Адонияу для того, чтобы как бы дошла до Давида значимость этого момента, не просто там, ну, выскочил кто-то там, закричал, я царь, я царь, нет, момент серьезный, вот как-то так здесь, правда? Ясно, спасибо. Равзеев, можно вопрос? Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что мы должны понять из истории Савишак, в чем актуалье того, что пророк приводит эту историю шумамитянка, какое здесь актуалье, какие здесь на века, почему эта история запечатлелась в книгу? Как вам сказать? Если говорить с лишней точки зрения, как бы, то мне Давид дорог, так же, как дорог Авраам. Я готов разбирать его ошибки, его просчеты, но я не готов видеть в нем человека, который мелькнула женщина, и он побежал за ней. И все. Это же, когда мы на самом деле об этом говорим, это же какой-то кошмар и ужас. Царь мелькнул только. Он с ней еще, он не разговаривал, он не обсуждал с ней, как по современным меркам в ресторан не пригласил, не познакомился. Говорит, приведите мне ее. Это же ужас просто. Я не хочу видеть Давида таким. Я вижу в этом тайну, я вижу в этом ошибку на каком-то высочайшем уровне, когда человек улетел куда-то в высшие миры, и там запутался, и там ошибся, а не то, что он, понимаете, у него друзья, приятели, люди такие гуляки легкого поведения, и он такой же. Это же ужас просто, понимаете. И для меня каждая посылка, каждое доказательство с той и другой точки зрения, она для меня очень важна. Для меня лично. Думаю, что в этом плане она важна и для нас всех, что Давид, он же по уровню такой же, как братцы, и дела его не менее значимы, чем дела братцов. Братцы закладывали народ, закладывали качество, воспитывали семью. Давид построил царство, он воплотил в жизнь то, что было обещано Аврааму Всевышним. Разве можно видеть в нем такого человека, как бы, скажем, совершенно недалекого, который побежит за женщиной только потому, что он ее увидел, скажем, обнаженную, все, уже побежал. По-моему, это ужас, кошмар просто. А поскольку и пророки, и мудрецы, они знают нашу психологию, может быть, в ней нет ничего постыдного, просто мы видим этот мир, мы живем в таком мире, в котором, как, мягко говоря, всяко бывает, так мы думаем, что и Давид тоже так же мог. И поэтому каждый раз другой, с третьей, пятой стороны подчеркивается, что Давид, Давид, видимо, то есть не видимо, а точно он понимал эту проблему, и вот как-то он решился на такой шаг, и уж точно не без поддержки Всевышнего, как мы видим, что само имя на Абишах свидетельствует о том, что Всевышний был с Давидом. Вот мне кажется, что вот эти моменты, они очень важны. Просто сам образ Давида, краеугольный камень нашей истории, нашего, как бы, всего бытия, он должен раскрыться, как бы, со всех сторон. И он, Давид, постарался это сделать. Спасибо, Розе. Вопрос можно, Розе? Да, пожалуйста. Сколько лет было Шломо на этот момент? Была ли у него барницва? Было ли какое-нибудь общественное у Давида, где он мог высказать это свое будущее, это пожелание, которое он уже сформулировал по поводу Шломо? Короче, был ли представлен Давидом Шломо или там на Барнии, или на каком-то общем таком? И до сих пор это было, так сказать, родительским секретом, скажем так. Мы видим, как бы, что это секрет, как говорят, секрет Палишинеля. Он боится объявить Шломо, боится, что это приведет к очередному бунту, приведет к недовольству, открытому недовольству в его окружении, с одной стороны. С другой стороны, по его поведению, по тому вниманию, которое он уделяет Шломо, потому что, скажем, ну да, по тому вниманию, которое он уделяет Шломо, очень легко можно догадаться, что именно его, он, как говорят, прочит себе в преемнике. То, что вы говорите относительно Бармидства, это отдельный вопрос, очень сложный, который разбирают Тософот в Сангедрине, в главе Перек Сореро Муре. Не будем давать подробности, опять же, хотя хочется все как бы разобрать, но, если сказать так, то, скажем, мы понимаем, что Бармидство, она связана, скажем, с созреванием человека, и в физическом плане, и в умственном плане. Раньше у людей была другая природа, они развивались гораздо раньше, нам трудно представить этот мир и все, поэтому во времена Давида такого понятия, как Бармидства, Бармидства не существовало, скажем, каждый по мере его физического развития, физического развития был очень очень ранним. Шламо на это время было 12 лет где-то, может быть, исполнилось, может быть, еще нет. Как мы знаем, с 11 лет Шламо был женат, его жена была Наама, о которой очень серьезный разговор дальше у нас будет, праведная женщина, Гиорет из Омона, как мы с вами помним из народа Омона, это как бы ситуация. Давид боится открыть рот, но по его поведению все понятно. Шламо, в общем-то, взрослый человек, даже, можно сказать, женатый. Можно сказать, действительно, женатый. Спасибо. Равзаев, можно вопрос? Да, пожалуйста. Мы говорили, что очень важна была роль Баршевы в воспитании Шламо, но вот у Давида же был еще один с тем, Келав, тоже отправлен женщиной, Авигаль, вот почему он на царя ни разу не претендовал, какая его роль? Авигаль тоже была необыкновенной женщиной, которой Давид как бы увидел ее необыкновенностью. Но, как сказать, видите, не получилось. Келав величайший мудрец Торы, человек большой праведности, но тех качеств, которые нужны человеку для того, чтобы стоять над народом Израиля и самое главное для того, чтобы построить храм, у него не было. Почему не было? Трудно сказать. Многие достойные люди, они не обладают какими-то качествами, которые, скажем, позволили бы что-то делать, занять какое-то место, они очень удачно и успешно, как правило, находят свое собственное место. Келав Давид гордился как мудрецом Торы, как праведником, но о том, чтобы поднять его на престол, не было речи. Да и мы с вами понимаем, что скажем, царство Шламо или возведение Шламо на царство было объявлено через пророка Натана. Тут как бы не было не о чем было говорить. Кроме того, что Давид, по всей видимости, видел его и качества, которые позволят ему построить храм, он был объявлен царем пророком Натаном. Келав остался в стороне, остался достойным человеком, который, видимо, сыграл свою роль, которую нам трудно представить сейчас. ни способности быть царем, ни способности построить храм, ни поддержки пророчества ничего и ничем этим он не обладал. Спасибо. Равзеев, а можно вопросы немножко не совсем по теме? А как с вашими комментариями по Мелахим Бетт дело обстоит? Можно ее уже как-то увидеть? Или еще хана? Дело обстоит очень сложно. чем дальше блеск, тем больше дров. Но тут не совсем, конечно, в дровах дело. Просто Малахим Бетт оказалась еще более объемной, сложной книгой с массой вопросов, с совершенно нераскрытыми темами, с массой скажем археологических исследований и пластов интереснейших, которые как-то тоже нужно затронуть и описать. Короче, работаю, стараюсь изо всех сил, пока показать нечего. Если будет готово, но еще не напечатано, я не обещаю, но может быть смогу прислать вам. Спасибо очень. Будем ждать. Может быть доберемся до Малахим Бетт, поможем тоже в банках этих уроков чем-нибудь. Мне бы очень хотелось с вами, мне бы очень хотелось, чтобы вы все понимали, что мы занимаемся с вами уникальным делом. Мы решаем задачу современности. Понимаете, вот, я думаю, что иногда Всевышний дает нам силы, а мы не совсем понимаем, как использовать. В наше время есть такой рассвет, и справедливо отмечают рассвет Ешиев, большое число учеников, возможность заниматься Торой невероятная совершенно. Но мне кажется, что это нам дано для того, чтобы мы наконец раскрыли смысл наших текстов, понимаете, перестали бы заниматься ими с точки зрения «этот сказал и этот сказал», и постарались бы углубиться в смысл. Я вам не буду рассказывать о всех проблемах, о своих разговорах, и в том числе и в университете Иерусалимском, которые меня очень разочаровали, в том плане, что мне кажется, что эта задача, она не только мы не пришли к ее, не начали привлекаться к ее решению, она просто неосознанно, мы не понимаем, что мы не знаем наши тексты. Скажем, можно привести массу примеров, можно тысячу раз устроить, мы с вами подойдем, услышать, тысячу раз можно услышать, мы подойдем с вами к пророку Ильяву. Пророк Ильяву, он резкий, поэтому Всевышний его отверг и сказал «поставь место себя пророка Ильиша». Действительно, есть такой эпизод, когда Всевышний говорит «раз ты так, поставь место пророка Ильиша, потому что Ильиша добрее». Вот такой сюжет. Вы услышите это отравнив и когда ты занимаешься текстом, ты смотришь, какой же Ильиша добрее, в чем он добрее. те наказания на Северное царство, которые приходят на него в два раза сильнее, чем наказание Ильяву. Они открытые совершенно. Если Ильяву до конца еще дней сдерживался, то в конце дней он послал огонь на тех, кто хотел его схватить, то Ильиша у него сразу он посылает наказание. И это какое-то странное совершенно представление. Мне кажется, что это важно, но люди должны уважать себя в конечном итоге. Они читают книгу, они должны понимать то, что они читают, интересоваться, анализировать. Какой смысл повторять стигмы совершенно неверные? И попросить кого-нибудь рассказать биографию Ильяу Наби. Канал появился. Какие он прошел в своей жизни? Какие решения у него были? Куда он исчез? Почему он вдруг появляется? Попросите кого-нибудь ваше никто не расскажет. Я постарался это сделать все в книге Малахима. У меня есть кусок, где написано биография Ильяу Наби. И мы живем в пространстве каких-то совершенно поверхностных и неверных оценок, которые мы сами себе придумали. И это не только русскоговорящие у меня были занятия с Исраэлием. Люди, которые учились много лет, они задавали многие вопросы, которые, скажем, происходят от удивления. Мы никогда не думали, что пророк Иеремияу, он не призывал сдаваться врагу. Он просто говорил, что вы не победите, если вы не исправите своих грехов. Иеремияу пророк поражения, давайте сдавайтесь, все, лучше сдаться, лучше жить под чужой властью. Когда это было? Пророк, который предупреждает, что пока если не восстановите духовный уровень, ничего не выйдет, не сможете противостоять врагу, он не призывает сдаваться, он плачет об изгнании. И так далее, и так далее. Последний момент, просто вы как бы за живое задели, наступили, скажем, на мозоль. У меня был урок с израильтянами по книге Хискееля. Я начал с ними с первой главы. Они мне говорят, а почему мы с первой главы, мы и в школе, и в Ешиве, мы учили только с третьей главы. Первая глава, в которой рассказывается о, скажем, колеснице, мистическое такое видение, его запрещено учить. Я вам говорю, господа, у нас есть комментарии, в том числе и Раши, которые показывают, что можно учить, а что нельзя учить. Мы, если мы с вами выбросим эту главу, мы выбросим всю нашу еврейскую мистику, мы выбросим все наше понимание истории, как же это можно не учить. Я с ним учил, они возвращались и спрашивали, а вот мы сказали раввину такому-то, он нам сказал, ну, как же вы учите первую главу? Я тогда им сказал, так, скажите им, что наш учитель говорит, так, я знаю, что я делаю. Это просто атмосфера, в которой мы живем. И поэтому, опять же, я к вам обращаюсь, чтобы мы понимали с вами, что мы занимаемся очень важным делом. Та капля в море, которой мы являемся, вот, она очень и очень важна в конечном итоге. Хорошо. Ладно. Позвольте вопрос сейчас. Хорошо. Мы должны закончить уже. Я очень благодарен. Да, пожалуйста. да, да, Вот история, собственно, Шауль. Яков сказал, что из Игуда выйдет, так сказать, царство и так далее. И, тем не менее, значит, состоялось, так сказать, предварительное состоялось движение Шауля из Демьямина, который подходил именно человеческим критериям. Он голову вышибил из всех остальных и народ его принял. То есть, Шауль был принят гораздо быстрее и без, так сказать, относительно божественного назначения Давида и последующего Шлома. Мне сейчас трудно сравнить Шауля с Давидом и Шломом. То, что касается вашего вопроса о предсказании Якова или о благословениях Якова, всякое благословение, оно может иметь действие, если человек, скажем, или колено достойно или не имеет действия, если оно недостойно. Иуда к тому моменту утратил свою ведущую роль. Он не справился со своей ведущей ролью, которая была возложена на него для того, чтобы помочь всем коленам завоевать землю Израиля. и как бы для всех было совершенно понятно и ясно, что царь придет оттуда, откуда он придет. Неважно, из какого колена благословения Якова в этом плане оно не состоялось. Хорошо. Ладно. Спасибо всем. Давайте освободим Равзеева, я думаю, это правильно. Да, вы меня совершенно не утруждаете. Большое спасибо. Окей. Большое спасибо. Всем счастливо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин